В конце прошлого года завершились строительные работы в спортзале 15-й средней школы. У учеников и городских баскетбольных команд совсем скоро появится оборудованное по самым высоким стандартам место для занятий спортом и тренировок, а Даугавпилс получит спортивный объект, который сможет принимать соревнования государственного уровня. Вопрос реконструкции этого спортзала назревал уже давно. Капитальный ремонт в одном из крупнейших школьных спортзалов города не проводился более 40 лет, с момента открытия учебного заведения в далеком 1978 году. В бюджете 2020 года самоуправление выделило более полумиллиона евро на его модернизацию. Строительные работы начались в мае и на данный момент практически завершены. Отремонтирован весь зал и балкон, перепланированы подсобные помещения, обновлен потолок, установлена современная система вентиляции, построена система пожарной безопасности, модернизирована система отопления, установлены новые гимнастические стенки и оборудование для гимнастики, новые баскетбольные кольца со щитами, а также оборудование для подъема щитов, что позволит сделать зал пригодным также для соревнований по волейболу и другим видам спорта. Половое покрытие полностью заменено согласно самым высоким стандартам. В ближайшее время также будет установлено электронное информационное табло, и тогда зал будет соответствовать всем нормативам для проведения баскетбольных турниров самого высокого уровня. Мы получили, как видим, прекрасный объект, это новые и полы, и различные помещения дополнительной раздевалки, душевые, помещения для спортсменов. Ну, поэтому, я думаю, что приятно тут будет заниматься и учащиеся школы, спортивные программы выполняя, и наши спортсмены, которые тоже будут активно использовать эту базу, потому что это одна из центральных баз для наших баскетболисток, спортивной школы. Ну, поэтому очень приятный результат, надеемся, что он будет удобный для всех. С реконструкцией этого зала практически завершится приведение в порядок спортивной инфраструктуры школ города. Однако у самоуправления есть большие планы по улучшению других и созданию новых объектов. Мы в ближайшее время будем сдавать еще несколько спортивных объектов. Это новые полы будут в нашей спортивной школе, на Кандовос улице, там Трелекс спортивный зал. И покрытие новое будет, так как волейбольная федерация нам подарила. Мы выпросили у них этот подарок в связи с тем, что у нас прекрасное сотрудничество, и проводились различные международные соревнования. Ну, и такой пол будет очень специализирован для именно волейбола, для занятий волейбола, для развития, для международных соревнований, которые мы сможем проводить. Ну, и другие объекты, которые тоже подходят к завершению, это на Стропской базе, база для грибцов наших, Стропу-40, они тоже, в принципе, уже готовы на сдачу. Да, там некоторые работы еще нужно дополнить, и поэтому тоже. Ну, мы разработали еще проект Тира, да, который, ну, на стации 129 планируется создать. Ну, будем искать финансирование, конечно, мы с обравлением не сможем полностью объем, конечно, выполнить. И будем планировать, я думаю, работать над проектом ликотлетического стадиона и манежа. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.